Всем привет! С вами авторы бесплатного курса 3D моделирования и 3D визуализации за неделю. Я Данил Ветров, Роман Скорняков, Александр Куприев и наш специальный гость Олег Шахов. Сегодня в этом уроке мы хотим с вами поговорить о том, как же вы можете зарабатывать от 30 тысяч рублей в месяц и, соответственно, как искать заказчика и находить его, искать или заказчиков, которые будут вам давать деньги за работу. С чего стоит начать? Во-первых, к этому уроку у вас уже должна быть визуализация одной или двух картинок, которые вы можете поставить уже себе в портфолио. Что нужно сказать? Такой уровень визуализации вы можете оценить на рынке российском, если говорить об удаленной работе, то есть работе по интернету, от 150 до 300 рублей за квадратный метр спокойно это. Соответственно, вы вполне можете выполнить проект 100 квадратных метров за 300 рублей, взять такой проект и спокойно месяц... 300 рублей квадратный метр. Ну да, 300 рублей квадратный метр и за месяц его спокойно сделать. Это уже радует, что вы уже в принципе стандартный проект можете выполнить за такую сумму и уже получить свои 30 тысяч рублей. Поехали дальше. Вообще, где и как найти этих заказчиков? Ну, я все-таки, раз вначале начинаю, да, наверное, я вот скажу свой основной посыл, вот, и соавторы, и вот наш специальный гость поделится своим опытом, чтобы вы могли им пользоваться для себя. Во-первых, где найти вообще заказчиков? Самый простой способ, банальный, это прописать в Яндекс.Директе, сначала, допустим, по своему городу, там галочку можно поставить, искать там в вашем городе. Допустим, прописать в Яндексе частный дизайн, или студия дизайна, или дизайн интерьера. Ну, в таком ключе прописать, и выпадет достаточно много организаций, вы их открываете, сайте, смотрите, прикидываете, может быть, цены у них написаны, вас интересуют цены, смотрите, примерно, в принципе, готовы отдать заказчике 25% от стоимости самого дизайн проекта. То есть, можете примерно прикинуть, какую вы часть можете получить за визуализацию. Заходите в ВКонтакты, переписываете телефоны, или записываете e-mail, и, допустим, если телефон, звоните и спрашивайте примерно в такой форме. Обязательно нужно учесть то, что люди на другом конце трубки, они думают, в принципе, только о себе, и вам рекламу свою, в принципе, не стоит предлагать. То есть, не говорить, я там супер-пупер визуализатор, или вообще-вообще-вообще, там у меня все круто, и так далее. Задавайте такой вопрос, начинайте предложение с таких слов, интересно ли вам? И дальше сделайте свои предложения. Допустим, в моем случае я спрашиваю, интересно ли вам сотрудничество с опытным дизайнером? Вы можете, если у вас не хватает опыта, сказать, интересует ли вас сотрудничество с 3D-визуализатором, допустим, по низким ценам, или по ценам в два раза ниже стоимости рынка, цен рынка. А цены рынка, это цены вообще российские цены, да? Сколько сейчас примерно визуализация средняя, кто-нибудь знает, прикинуть, стоит квадратный метр, нормальная визуализация. Но если ориентироваться на наш сайт, это 450 рублей, 450. 450, 600, да. Ну, то есть, вы можете спокойно сказать, в два раза ниже рыночных, потому что получается уже 300 рублей. Да, в последующем можно уже говорить о качестве. То есть, уже делать упор на качество. Второй момент, как предложение построить, это предложить работать, сказать, первую работу я выполню бесплатно, чтобы вы увидели мой уровень, если вам понравится, тогда можно приступить к работе. В принципе, если вы первый раз, такие первые у вас, проба работы, это достаточно хорошо. У вас будет портфолио нарабатываться, по крайней мере, там, пару-тройку, может, вы выполните бесплатно. Но вам вполне очевидно, что на встречу пойдут эти дизайнеры и так далее, да? Так, хорошо. Ну, если есть по этому поводу добавить что-то? Ну, допустим, лично я очень много времени, когда тоже устраивался на работу, много дел, проектов, много бесплатных, которые просто либо на конкурсной основе, это были проекты, либо просто предложения. И несколько вариантов я спокойно делал бесплатно. Очень много было таких случаев. И в связи с этим нарабатывалось, соответственно, и портфолио. Это самое главное, да? Ну, и отношения становились крепче с заказчиком. Да, с заказчиком. Увереннее уже происходило дальнейшее. Я бы добавил, вот единственное, что если браться, ну, не совсем бесплатно, как бы, можно просто цену снизить, ну, если брать конкретно, допустим, до 50 рублей за квадратный метр. Ну, по крайней мере, до первого раза спокойно. Практически не бесплатно, но ты все равно должен всегда оценивать свои силы и возможности, потому что, когда прилагаешь услуги бесплатно, вообще бесплатно, то к тебе автоматически, ну, мнение меняется. Если ты даешь что-то бесплатно, то, ну, подходят подозрения, почему так? Что за помощь? Какого качества ты это сделаешь за бесплатно? Что у Олега Шахова достаточно большой опыт. Да, ты магистер архитектуры, правильно? Да. Вот, и сколько обучений, 7 лет ты учился, да? 7 лет. 7 лет, и опыт работы тоже. Опыт работы большой, ты дизайнер, архитектор, да? Да, опыт работы около 7, наверное, лет. Я работаю вообще с первого курса, работал, ну, около 10 лет, наверное, опыт работы, это и в архитектуре, и в градостроительстве, и, ну, очень большая часть времени была работа, ну, дизайнером, и интерьеров, и экстерьеров, по-разному. Ну, я потом немножко подробнее расскажу сейчас, предоставлю. Хорошо, немножко возвращаясь к теме, еще момент, если вы звоните, допустим, по телефону, мы разбираем, да, этот момент, и вот Олег предложил, я вспомнил такой вариант, тоже предлагал, очень хорошо проходит. Это, вы говорите, интересно ли вам сотрудничество с 3D-визуализатором, там отвечают, да, в основном, в принципе, да, ну, не в основном, но большая часть людей, наверное, все-таки отвечают. Да, и после этого, вы говорите, мотивируя на дальнейшее сотрудничество, что первый проект я выполню без предоплаты, то есть, возьму деньги только в том случае, если вам понравится этот проект. То есть, деньги вы назначаете нормальные, нормальные назначаете деньги, хорошие, да, но, если ему не понравится, этому человеку, он спокоен, да, то, что он может вас, как бы, так сказать, да, нет, это фигня, типа, и так далее, ну, ничего, вы сделали портфолио для себя, поработали, и хорошо. Но на моей практике все платили деньги, это вот так. Дальше, ну, да, я вот хотел сказать, тут есть две стороны, то, что вот Олег, как сказал, что бесплатное, может, там вызвать и подозрение, и все, но это, как бы, на ваш личный выбор, вот, допустим, так же, это работа, ну, это все объективно, конечно, это функция. Это просто, есть два варианта, любой, который вам может подойти, потому что вот так же взять наши, эти же самые курсы, которые мы сейчас вам даем тоже бесплатно. Это уже бесплатно. В принципе, да, у некоторых людей, у многих даже людей вызывают подозрения, и даже все думают, очень многие люди думают, да, что это такое-то, что за развод какой-то. Да, и такие бывают. Спасибо, Роман. Давайте, ну, действительно, Роман правильные вещи говорит, поэтому пробуйте. То, что мы даем, это работает на собственном практике, проверено. У одного так, у другого так, вы можете уже обогатить свой опыт, выбрать что-то для себя. Надо пробовать по максимуму много вариантов, то есть все, которые советуют, попробовать нужно все. Потому что какой-то из них может помочь вам, какой-то может, наоборот, вас натолкнуть на то, что следовательным путем не нужно. Поэтому пробуйте все и ничего не бойтесь. Хорошо, и следующий момент такой, смотрите, где еще искать заказчиков, мы пока идем по пути на меньшего сопротивления, да. Соответственно, если вы в своем городе нашли, то же самое можете сделать по всей России поискать. Если вы на Москву наткнулись, допустим, да, то вообще-то там можно назначать достаточно хорошие деньги, просто взять среднюю цену от вашего города и в Москве, посередине найти сумму и ее называть спокойно. Так, далее. То же самое можно проделать ВКонтакте. Вы можете зайти там, где ищите людей, снять галочку, искать в именах только, там самыми зонами это есть, прописать, допустим, дизайн интерьера. То есть люди выпадают, список людей, и у них в основном в деятельности по этому запросу будет дизайн интерьера, допустим. Или прописать частный дизайн, опять же, или дизайнер интерьера. Это можно уже искать в именах. Точно таким же образом просто находить людей, либо звонить, если у них там есть телефон, либо писать сообщения ВКонтакте, прикладывать фотографии и таким же образом спрашивать. Интересно ли вам? Подумайте, что им интересно реально. Вот, допустим, такой момент. Интересно ли вам сотрудничество с 3D-визуализатором, вот, и там по ценам ниже рыночных. И все, и ждете. Ничего больше не пишете этому человеку, этого достаточно. Ждете ответа. И не останавливайтесь, и ищите еще больше денег. Также, да, отметить эти способы. Вы можете работать как удаленно, попробовать работать по интернету. То есть, дома у себя, спокойно, вот, таким образом находить заказчиков. А можете попробовать такой способ. Вот многие, в принципе, наверное, все, может быть, из нас его опробовали, пошли на работу устроиться. Ну, то есть, устроиться на работу реально, там, на какую-то ставку, буквально на несколько месяцев, чтобы набрать портфолио, найти заказчиков, то есть, поговорить с заказчиками, возможно, там, с ними встретиться. Контакты какие-то взять, и так далее. Ну, единственное, что мы рекомендуем не на полную ставку, а пробовать договориться в вашем городе работать удаленно, то есть, дома. Либо приходить на, как бы, частичную занятость, да, там, полставки, либо что-то такое. Чтобы вы могли пробовать, экспериментировать, находить заказчиков удаленно. То есть, у вас, чтобы какая-то свобода. Чтобы время было. Да. Чтобы было свободное время. Так, то есть, задача портфолио, и вот таким образом, если вы будете спрашивать, то даже если в первые проекты вы там что-то не справитесь, у вас будет опыт, опыт стоит дорогого, у вас будет портфолио, и дальше на этом портфолио вы спокойно будете зарабатывать деньги. Вот, в принципе, основное, что я хотел сказать. Вот, кому-то что-то есть добавить, и я потом еще тоже завершу. Кто-нибудь что-нибудь. Ну, ну, я могу к этим спрашивать. Давай, ну тебе уже говоришь, говори. Я быстро, я просто добавлю способ поиска клиентов. Это, ну, как у меня в один из периодов работы был такой способ. Это, я нахожу в интернете сайты компаний, которые занимаются дизайном интерьеров или архитектурой, и смотрю их контактные данные, смотрю уровень их работы по визуализации, допустим, в данном случае, или по дизайну интерьеров, или экстерьеров. И выбираю компанию, которой я могу сделать предложение выгодное, взаимовыгодное, и начинаю с ней контактировать. Вот, предлагаю, делаю ей предложение. Это может быть как на почту, так и по телефону. Лучше, конечно, по телефону сначала, потом, если возникла необходимость увидеть работы, то отправляйте им либо портфолио, ну, кратко, не нужно все работы прикреплять. Вот, либо, ну, даете ссылку, если у вас есть сайт, на ваш сайт. Вот, тоже хороший способ. Ну, главное замотивировать вот заказчиков. Допустим, даже, там, мне в этот центр визуализации приходит, там, портфолио и так далее, и тому подобное. И вот есть несколько человек, может, они вот сейчас будут слушать, поймут, что это они, они говорят, допустим, опыта как бы маловато, я готов учиться, бесплатно делать работу, вот. И, как бы, ну, одновременно учиться, и, соответственно, вы мне ничего не будете платить. То есть, получается, как бы, бесплатное, с одной стороны, обучение от меня, да, или, там, от коллег моих, вот. А с другой стороны, человек получает портфолио, тоже здорово. Ну, это взаимовременно. То есть, то ваша задача замотивировать заказчика. Каким образом? В принципе, вы уже, я думаю, поняли. Думать о том, что интересно самому заказчику, и очень хороший вариант. Либо взять деньги только в том случае, если понравится ваша визуализация, либо попробовать предложить бесплатно первый проект сделать. А если понравится, то уже дальше на платной основе работать. Но никогда не надо бояться назначить хорошую цену. Да. Это тоже очень важно. Я еще хотел бы добавить, тут немаловажный момент, тоже вот, Данил говорил, по поводу бесплатной работы и, ну, как бы, обучения. Я советую этот способ, потому что вам хотя бы один-два проекта нужно сделать, ну, реальных уже. Это для тех, кто с нуля. Это кто с нуля начинает. Поэтому способ, в принципе, очень неплохой. Да, и хочу заметить, что, если вы уж пошли по вот такой вот дороге. Да, и дороге. Да, вам нужно не просто, как бы, это для зарабатывания денег. Вы должны, можно сказать, влюбиться в это дело. Должны жить этим. Тогда у вас будет все получаться. Тогда у вас все само будет приходить. Вот я хочу сказать, что лично у меня в опыте, я ни разу в жизни, как бы, заказчиков сам не искал. У меня все приходило. Сами мне всегда звонили и до сих пор продолжается это все. Ну, вот ты примерно, вот раскрою людям, что-то ты это все-таки сделал. Они что-то увидели где-то. Да, вот я, как я вначале говорил, до этого я просто, ну, грубо говоря, я работал бесплатно какое-то время. Ну, именно обучался для себя, потому что мне это все очень нравилось. Я делал какие-то проекты интересные, там, может, в конкурсах каких-то. Нарабатывал и опыт одновременно, и в себе в портфолио шли работы. Одновременно все там, все мои друзья, окружение по институту знали, что, допустим, вот у меня уже большое количество работ. И если кому-то что-то надо из друзей, ну, или знакомых каких-то, то люди просто обращались мне. То есть это уже, тут уже включается один из мощных, да? Я извиняюсь, что перебил, Роман. Один из вообще мощнейших способов привлечения клиентов, это сарафанное радио, правильно? Это главный способ. И, кстати, бесконечно. Да, то есть, вот, конечно, нужно стремиться к этому. В принципе, вот у меня именно случай, вот, все, в принципе, вот по такому радио и происходит. Конечно, сейчас, в данный момент уже есть постоянные заказчики, уже все это поставлено на поток. И, в общем, вот, лично у меня это так работает. Поиском ты не занимался, тебя находилось, вы спланировали. Да, ну, вот, в общем, такие шаги, и тоже я хотел бы добавить к этому всему. Действительно, бывает так, что на первых порах даже неясно, заплатит ли заказчик или нет. Он у вас нашел, допустим, у вас есть какой-то сайтик там или еще что-то такое. Он говорит там, типа, конкурс там и так далее. Ты думаешь, блин, заплатят мне или нет, я вспоминаю, да? И в этот момент включайте именно творческий подход. Все, забывайте про деньги напрочь. То есть, я работаю для своего портфолио, чисто для того, чтобы сделать классную картинку. И, допустим, заказчик смотрит, ну, ничего себе, да, мне там сделали картинку вообще, там, может быть, даже бесплатно, там, были такие моменты, там, и так далее, ничего страшного. Работайте в этих случаях на портфолио, не переживайте в первых заказах за деньги особо. Как только у вас будет хорошее портфолио, у вас будет все, то есть и деньги, и заказчики. Да, и вот еще раз, может быть, повторим, что все-таки у нас в этом седьмом уроке мы именно освещаем тот момент, как заработать все-таки какую-то сумму определенную денег. То есть, ну, просто, как бы еще раз повторяюсь, что для этой возможности, точнее, у вас уже есть эта возможность, если вы это все выполнили, выполнили наши все предыдущие уроки. И, соответственно, если вы назначаете цену от 150 до 300 рублей, то, соответственно, 100 или 200 квадратов вы выполняете, вы получаете эти самые деньги. Ну, а о том, как самому не делать 3D-модели, спокойно просто наблюдать за процессом, мы, может быть, и поговорим в каких-то дальнейших бонусах и так далее. Но в рамках бесплатного курса, наверное, вот все. Пользуйтесь, действуйте. Может быть, я еще думаю, Олег, да, все-таки это наш специальный гость, мы мало времени как-то заговорились. Давайте. Давайте уделим внимание Олегу. Ну, мы тут немножко сейчас как бы так загрузились этой информацией, как искать заказчиков, как это сложно, как проще. Вот. Я хочу именно поговорить, ну, я скажу пару слов, как найти именно реальных заказчиков, то есть не через посредника, а какие есть варианты найти заказчика напрямую. Ты сейчас, я извиняюсь, говоришь с позиции дизайнера, не визуализатора, но это даже и лучше. Ну, да, это сложнее как бы найти заказчика, конечно. Ну, я не буду раскрывать всей структуры, потому что, во-первых, лимит времени ограничен, во-вторых, ну, будет повод еще меня позвать сюда. С удовольствием. Вот. Я скажу, как бы, таких пару способов. Это, допустим, через тот же интернет, искать сайты, где есть новостройки, какие-то коттеджные дома. Вот. И легко искать возможность поиска прямого заказчика там. Это могут быть визитки, там буклеты, неважно что. То вы можете напрямую передавать, можете где-то наклеить, допустим. Это один из способов. И он очень действенный, кстати. Можете выбирать, допустим, места, если это общий пить, допустим, это рестораны, кафе. Если вы смотрите, что вас что-то, допустим, не устраивает в интерьере, или вы слышали, что кто-то, допустим, жалуется, что... И знакомых, что ему не нравится в какой-нибудь там кафешке, вы можете зайти просто и предложить свои услуги как дизайнера. Вы можете... И этот ставлю. Даже если он не дизайнер, вы это можете сделать. И тут ключ такой. Вы просто найдите дизайнера, предложите ему потом после этого работу, просто за то, что выполняете ему визуализацию. То есть договоритесь о проценте с визуализацией. Вам сразу куча дизайнеров. То есть творчески нужно подходить к этому... Нужно подходить ко всему творчески и ко всему с улыбкой на лице, с хорошим настроением. Не важно, что вас могут отправить обратно из этого кафе, и недобрым словом. Ничего страшного, это опыт, он очень тоже полезен. Ну, как бы вот на этом все. А хотел бы я конкретно поговорить уже о том, когда заказчика, допустим, мы нашли напрямую. Как... Одно дело его найти, это, наверное, процентов 30 из 100, что он согласится, допустим, работать с вами. А остальные 70% зависит только от вас. И вот я хотел бы поговорить именно о том, как общаться с заказчиком, на что обращать внимание, на какие способы общения, чтобы удержать заказчика и взять у него все-таки заказ. Ну, можно выделить основных 5 пунктов. Они не принципиальны, то есть их можно там не разграничивать так. Ну, как бы основные для себя, для того, чтобы подать это вот в лимит времени, я так выделил. Во-первых, это... Первая задача – это заинтересовать заказчика. То есть расположить его по отношению к себе, как заказчика, к дизайнеру. Ну, тут можно выделить несколько таких основных моментов. Во-первых, это должна быть уверенность в себе. Это перво-наперво. То есть, если... Уверенность в себе, ну, я перечислю там профессионализм и, ну, внешний вид. То есть, какой-то адрес-контроль должен присутствовать в любом случае. Если вы придете к заказчику в шортах и в сланцах, ну, грубо говоря, навряд ли даст вам хороший закат. Вот. Второй пункт – это профессионализм. В процессе общения вы должны показать, что вы владеете информацией той, ну, с целью которой заказчик к вам обратился. То есть, ну, профессиональные термины, знание своего дела, может, что-то посоветуете. Но не обязательно быть роботом в этот момент. То есть, тут можно подойти немножко с юморцой. Ну, это немножко дальше. Вы будете свободны. Общение должно быть свободны всегда. Но профессионально в то же время. Но и основное – это уверенность в себе. Из уверенности вытекают те два пункта, про которые я говорил. Потому что если вы будете одеты хорошо, допустим, да, вот все в рубашечках, там, беленьких, белый верх, черный низ, допустим, и вы будете владеть терминологией профессиональной, да, но у вас, ну, вы будете вот так вот зажаты и сидеть, и вниз глаза, и... Живот болит. Живот болит, да. Фоно, живот болит. То, ну, вас серьезно не воспримет. Поэтому все, что у вас там было в детстве, все ваши комплексы, неуверенность, личность, жизнь, все оставляйте... В топку! В топку, да, за дверь. И прощайтесь, пока он сидит. Потом можете вернуться к своей слабости, жалости к себе и всему подобному. Оставляйте все за рамками общения с заказчиком, да. Вот, это первый пункт. Второй, как бы, пункт можете отметить, ну, для себя, опять же. Это стадия именно общения, взаимопонимания с заказчиком. Не путайте ее с первой. Первой мы заинтересовываем, его просто располагаем... Ну, я как, типа, цепляем, заказчиком и все. Да, они, конечно, взаимосвязаны, очень взаимосвязаны. Я же поэтому и сказал, что конкретно разбивать на пункты так нельзя. Они вытекают один из другого. Просто о них можно как-то говорить, чтобы... О них можно говорить, чтобы просто как-то структурировалось у вас, это, ну, и вы понимали, о чем приедете. Ну, вот мы зацепили там заказчика, да? Да, далее, что мы делаем. Мы должны наладить с ним общение. Тут мы должны быть немножко психологами. Потому что заказчики разные, характеры разные. Кто-то, может, устал, кто-то, допустим, очень энергичный. Нервные там бывают. Нервные, всякие, всякие бывают, да. На это нужно реагировать с позитивом, опять же, с улыбкой. Ну, не так, чтобы вас считали клоуном. Или, в основном, шучиваться. Но должна быть все равно неформальная обстановка, потому что... Как будто бы ничего не происходило. Как будто бы, да, ну, это неформал. Потому что заказчики, большей частью, 70% или 80%, это люди деловые, с деньгами, это серьезные люди, которым хватает серьезности и на работе. И переносить их, допустим, когда они заказывают дизайн себе, квартиры дома или какой-то недвижимости, они это делают в качестве развлечения скорее. Поэтому тут должна быть неформальная обстановка, чтобы они не напрягались ни вы, ни они сильно. Ну, это такой чуть-чуть пунктик. Вот, допустим, бывает там периодически, действительно, там у кого-то что-то накопилось, там и так далее, там может сроки, на работе, еще что-то. И вот агрессия как бы тоже проявляется в заказчиках. Но если вы в этот момент сохраните спокойствие и продолжите общение в легком ключе, как бы снимая... Вас воспринято серьезно. Да, и типа снимая вот это напряжение с человека, постарайтесь, да, как бы нейтрализовать спокойствием своим, то через... тогда, когда вы сделаете проект, вам будет уважуха просто, ну, выше крыши. Да, сам уважуха. И привяжется к вам заказчик сразу. Ну, это как бы для того, чтобы расположить вас к заказчику и заказчика к себе. Тут должна инициатива исходить от вас, потому что, ну, грубо говоря, вам платят деньги, а не вы заказчику. Какие там еще что-то... Так, далее, ну, в этом пункте я хочу выделить, это обязательное условие, ну, с моей точки зрения, это субъективное, конечно, но я считаю, это обязательно. Это просмотр каких-то картинок, журналов, буклет. Вам нужно расположить заказчиком так, чтобы он мог своим непрофессиональным языком объяснить, что он хочет видеть в данном интерьере, допустим. Вы должны это понять, но будьте готовы к тому, и это наверняка будет, что это будут какие-то ломанные фразы, отрывки слов, какие-то идеи непонятные. Это нормально, потому что, ну, заказчики, они не владеют информацией профессионалов, поэтому они и наняли профессионала. Они могут по-другому. Иначе бы наша профессия сводилась, ну, ни к чему. И тут немножко тогда переведу вот это все немножко в 3D, это нашу адаптивную форму. Да, смотрите, у нас немножечко лучше ситуация, потому что в основном заказчики, это вот дизайнеры интерьера, они как бы могут владеть терминологией, но могут, допустим, не понимать, как надо дать вам техзадание. То есть они могут сказать, надо то-то, то-то сделать, там две фотографии кинуть и все, и вы сидите, придумываете. Вот поймите, если вы хотите, да, там чуть-чуть дизайном заниматься, это хорошо, но если вы хотите чисто делать визуализацию, то у вас техзадание должно быть все, то есть планы максимальные, какие обои будут, какой принтус, все это должно быть прописано, записано, какие шторы, цвет, гамма. И очень важно, если, допустим, люстра такая-то, такая-то, пусть фотографии прикладывают, присылают вам фотографии, и попросите, пожалуйста, аналоги тех работ, которые ожидает увидеть заказчик в итоге. То есть на что вы должны ориентироваться в конечном результате. Чем тщательнее будет это сделать, тем будет более лучший результат. И меньше придется переделать. Тут я немножко хотел бы скорректировать или добавить, скорее всего добавить, что это если вы хотите быть просто модельщиками или визуализаторами, но конечная ваша цель, я все равно считаю, что это полностью проект весь напрямую с заказчиком, потому что сюда входят все, это совсем другие деньги, это совсем другое отношение и опыт. И сюда же входит, это я следующим пунктом расскажу. Это элемент развития, да? То есть вы уже можете видеть, как развиваться. Это уже не просто моделлер, а вы уже растете на собой. Согласись, одно дело уметь делать дизайн, не уметь делать 3D-визуализацию, а другое дело, если ты реально умеешь делать 3D-визуализацию, то дальше пошло развиваться, то это действительно очень здорово. Это сильно. Ну и вот обязательное условие для того, чтобы понять, что хочет заказчик, потому что это, скорее всего, будут ломаные фразы, непонятные какие-то, несвязанные слова, нужно показать картинки. То есть это могут быть журналы, вырезки из каких-то буклетов, еще что-то. То есть разные стили. Это может быть ваше портфолио, это может быть портфолио ваших друзей. Неважно, мы не привязываемся к личностям. Это должны быть просто картинки, которые покажут заказчику, в каком плане должен развиваться. Цель мы поняли, что хочет. Главное, чтобы вы знали, что вот это, условно, галочкой, не надо. Скорее всего, какая-то определенная картинка не будет именно конечной целью. Скорее всего, это будет из одной картинки интерьера, это будет цветовая гамма какая-то, другая это общая концепция, из третьей это будут диваны, грубо говоря, мебель, аксессуары, элементы интерьера, декора. Еще бывает, заказчик смотрит, говорит, мне нравится. А что вам нравится? Не знаю, нравится. Общая восприятие. Это уже психология. Это опыт. Это все, на самом деле, все достижимо. Все это решаемо. Тут, ладно, мы определились. Эта стадия подготовка очень важна, потому что она упрощает дальнейшие стадии проектирования и вообще сдачи проекта. Если вы на ней затормозились и не обратились должного внимания, вам потом будет намного сложнее. Главное, узнать от заказчика стопроцентно, что он хочет. Если у вас есть сомнения, то лучше не начинать проект, либо визуализацию. Да, понятно. Это очень важный фактор. Вот это главное и как-то подытожить. Сейчас я подытоживаю уже. Третья стадия, ну это, собственно, про что я говорил, это стадия моделирования и визуализации. Это понятно. Это курс, который вы прошли. Но хочу добавить то, что об этом заказчик узнать незачем. Что вы будете делать, как вы будете моделировать, где источники света, точечный светильник, неважно. Ему нужен конечный результат. Поэтому именно вот эта стадия, она остается за кадром. Важен результат. Здесь вы вольны делать, что хотите, но важен результат. Вам, значит, нужна скорость. Скорость, опыт. Ну и как деньги такие, что заказчик сказал. Да, здесь самая главная визуализация, потому что проекта еще нет. И если вы презентуете классную визуализацию, заказчик все. Заказчик, он смотрит непрофессионально. Он смотрит на подачу. Если ему нравится в общем подачу, эмоционально, на национальном уровне, он не будет вникать в какое там кресло, стул и тому. Ну разу бывают исключения. Бывают исключения. Конечно, бывают. Везде бывают. Но в общем ему нужно вот красота, красиво. Вот ему нравится все. Ну будем податуживать. Четвертый пункт это стадия именно согласования заказчиком. Это когда вы смоделировали, сделали визуализацию, вам нужно согласовать с заказчиком первый раз. Редко бывает такое, чтобы все с первого раза все сдавалось. Бывает, конечно, но редко. Скорее всего, заказчик скажет, что ему там не понравилась какая-то деталь, какие-то нюансы. Все это нормально, этого не бойтесь. Это рабочие моменты. Это только улучшит ваши качества ваших картинок, интерьера. То есть, это только плюс. Не бойтесь. Но это будет. К этому будьте готовы. Ну и, собственно, пятая стадия это финальная сдача проекта уже. Почему я... Ну, по качестве разгляда это так понятно. Но здесь возникает один момент нюанс, на который надо обратить внимание. Когда мы сдаем проект финальный, в вашем случае финальные картинки. Финальные картинки, да. Заказчик обычно в это время, пока вы там моделировали, проектировали что-то, он ходил по магазинам, смотрел какие-то лампочки, какие-то финтиклюшки, телевизоры, диванчики. И ему что-то понравилось. И вот вы ему сдаете проект, а тут его сняют, что ему понравился тот конкретный диван, допустим, или кресло из какого-то магазина. здесь как раз включается работа вас, как дизайнера. Вы должны оставить свое мнение. И финальный бой, это конечная битва, которую вы должны выиграть обязательно, однозначно. Иначе вам придется переделывать все. Будет испорчено. Да. Скорее всего, заказчик тут будет неправ, потому что он смотрит отдельно, не в контексте интерьера, какую-то деталь. Ему, естественно, где-то что-то понравилось. Тут ему нужно просто не бойтесь этого момента. Тут надо просто объяснить, что смотреть все нужно в контексте данном. Потому что если мы сунем сюда, допустим, диван или ту люстру, она не будет тут смотреться. И поэтому нужно остановиться на конкретном этом варианте. Ну и, если мне еще слово дадут, секундочку. Это слово? Мы еще не забрали. Мы думали, что ты уже... Авторский надзор еще. Это... Ну это в твоем случае особая статья. Да, это в моем случае особая статья, потому что... Потому что, да, здесь, если вы хотите именно реализованных объектов, а именно это и ценится обычно, то есть всегда, когда вы показываете картинки заказчик, он всегда спросит, а есть ли у вас реализованные объекты? Покажите реализованные. И, скорее всего, либо вы сами скажете, что есть фотографии, либо он попросит у вас фотографии реализованного объекта. Поэтому авторский надзор тут необходим. То есть, а что такое авторский надзор? Это ваше наблюдение за строительством, за стройкой, за тем, как будет реализовываться то, что вы нарисовали. Соответствует. Соответствует. Не бойтесь, скажу сразу, что скорее всего будут какие-то незначительные отступления. Для этого и нужен авторский надзор. будут меняться какие-то нюансы. Именно в текстурах, в материалах, в фактурах материала. Может быть какие-то элементы интерьера будут. Но они будут меняться. Именно они должны подбираться похожие. Не зеркальные отражения, а похожие. И ваша задача свести их к минимуму. Чтобы они не нарушали стиль, тот, который... Отшую атмосферу инженера. Ваша задача здесь добиться именно максимальной похожести реализованного объекта на ваши картинки. То, что вы сделали до этого. На самом деле ты говоришь очень мощный бонус, потому что среди зрителей есть и дизайнеры. И эту информацию в таком количестве сложно получить было бы. Я сам тут узнал достаточно много. Вообще еще это огромная тема. Можно они целый день расформулировали. я думаю еще будет возможность нам преподействовать в более развернутом виде. На самом деле этот бонус наперед вам дается, чтобы вы понимали, что это все можно делать. Для чего это вообще нужно? стремиться, что это все возможно, все это реально, все это можно сделать спокойно, структурировано. И в принципе, что касается визуализации, у нас есть определенная схема, которая гарантирует нормальное общение с заказчиком, минимум исправлений, ну допустим, максимум одно исправление за одно исправление и заказчик рад. Кто-то хочет еще что-то добавить. Можно подвести итог такой небольшой? Ну вот в принципе у вас большое количество кейсов, так называемых, которые вы можете пользоваться в своих целях, как в визуализации, так и в дизайне и зарабатывать деньги, а 30 тысяч рублей минимум. Выше? Ну выше это естественно, но 30 тысяч рублей это минимум, на который вы можете рассчитывать. Вот в принципе все, с вами были авторы бесплатного 3D курса и Олег Шахов, а теперь гость, дизайнер. Всем спасибо, пользуйтесь, успехов, пока! Успехов, увидимся! Пока!